так не расслабляемся давайте я расскажу короче я реально рассказываю вам о себе я ездила в америку два раза я жила в штатах такое реальное моё достижение я ездил в америку два раза жила там летом попал короче сумме было полгода каждое лето вот и раз первый раз и полетела не было 22 раз полетел не было 21 это была программа exchange program for students я расскажу короче вы рассказывать все что мне покажется интересным вот я же не читаю ваши комментарии так что если да и вам пофигу всем итак вам нравится просто смотреть потому что я прикольная и я когда мне было 20 лет не моя ex best girlfriend с одного симбирска со школы она такая а ну да нет у меня есть старшая сестра она когда училась в а это программа work and travel называется я такая просто so exciting прям можно мне просто стабилизатор эмоций какой-нибудь а почему я чувствую хрип все я была два раза в америке я очень сложно натура потому что и меня возбудить проще простого а потом прийти в себя и рассказывать факты да все я уже под наркотой какой-то бы мне не нужны наркотики я сама себя так обьяню героин в сторонке так вот я мы как я это программа существует уже несколько десятилетий она началась вроде бы с 90-х годов открыта для многих стран вот открыта она для многих стран и обмен происходит между разными этими людьми между разными странами называется на work and travel дословно работы и путешествий я замялась на слове работы потому что слово странное и так да это программа она с 90-х точно существует и она для студентов вот и не называют exchange программ хотя там exchange это типа обмен студентами но там никто ни с кем не обменится короче просто приходишь в агентство work and travel например россии говоришь я хочу ты студент да окей тогда давай с тобой работать и это стоит сколько-то денег сколько я честно говоря не помню мне первый раз оплачивал папа а второй раз прикиньте я сама себе оплатила просто это видео невероятные факты о болезни я бы так сказала и так я была на втором на втором курсе и я переехала в питер и мне подруга осенью пишет то что который в новосибирске осталось типа лезь поехали туда в америка программе и я такая типа да давай к слову я то есть я не инициировала я вообще этого не хотела типа ну что я это человек который вот просто поспать на кровати и тогда это тоже было но и типа спасибо я когда она сказала и сказала да потому что это моя подруга и все типа да я постоянно всем говорила да да я до сих пор всем да 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 меня спросите типа чтобы я сказала нет это это вообще почти не бывает типа пойдем туда да пойдем туда да полетели да вот так у меня часто работает я замечала сказать да человеку этого достаточно ему больше ничего не надо вот я и сказала да такая папе к слову с папой у меня тогда отношения еще никакие были и я с папой таким образом общалась и я находилась каком-то не совсем вообще не в адекватном состоянии это еще было до всяких каких-либо струйс до первого психолога я звоню папе когда я находилась в питере в своем хостеле и говорю папа можно поеду короче это было такой такой скучный разговор вообще без каких-либо эмоций я просто надеялась видимо что папа скажет нет потому что я никуда не хотела у меня такой начиналось муд мой переходил в то состояние когда мне уже без выхода нужно было идти к психологу короче это было прям я вообще была стрёмная ну мне было стрёмно внутри но я тогда это еще не осознавала но у меня не было никакого азарта никакого ажиотажа уверены мои подруги и она типа блии крутяк она просто всех мести позвала о как она раскрутила тогда эту поездку и я такая типа она говорит поехали такая окей типа пап можно я поеду надеюсь папа скажет олесь нет чтобы не было бы плохо ну папа то воспринимал так что я это очень сильно хочу вот очень очень сильно и он такой как знаете у него было то был такой посыл как это объяснить типа так а лезь но если это слишком много есть ну короче он пытался повыпендриваться у папы есть такая черта что ему надо повыпендриваться типа так 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 все это взял что я на все с чего ты взяла что я на все скажу да с чего ты взяла что я на все с куда все правильно там после все поняли буквы а ладно я не буду бежать вперед паровоза короче я думала что я сказала папу в лице женском роде а себя назвала мужском роде потом я пересказала еще раз это предложение оказывается нет никаких ошибок я не допустила я все сказала правильно так вот и папа такое любите полиция все но у него в принципе такой муд посыл постоянно энергетический за типа с чего ты сделала с чего ты мне надо не ошибиться с чего ты сделала что я тебе разрешу все и мне это было пофигу я поеду а мне просто было страшно всегда услышать отказ от папы то есть не было пофигу если он откажет но сам факт отказа неважно на что хоть там на карандаш можно купить он скажет нет для меня пиздец просто это уже все потому что это бы взорвалось но мы это это не происходило поэтому итоге дошло до психологов вот а папа такой типа она нас точно хочет ну слетай ну типа того утрированно вот и еще скажу что у меня есть старшая сестра которая когда она училась в университета должна была полететь тоже в америку лужи все она подготовил подготовила но она встретила молодого человека который ей понравилось кстати ее сестра 1 или сестра такие ее история очень сильно похоже на мою историю сейчас расскажу она куда встретила молодого человека и из его в своего молодого человека который тоже тогда жил в америке какой-то период она такая тепла нет я ничего не пел в мире и куда я просто так и не пойду покупать и программим our code travel я просто так само that Короче, в итоге она не поехала ни в Америку, ни по этой программе, и не была ещё пока в Америке. И когда мы, значит, таки оформляли эту программу, там надо выбрать место, где жить, как работать, всякое такое. И я, понятное дело, ну, мне типа овощи по барабану. Мне, блин, через год я уже в депрессии, а через 4 года суицидальные мысли. Типа я в ауди. Но внешне я ещё была жива. Все думали, что я очень верстлива. Господи, так я глаза открыла. И я, значит, такая, пришла в агентство. Боже мой, у меня был такой, наверное, дэйм. Мой прям... Вот так это было как-то. Ну, короче, она меня за что-то ненавидела. Мне пух, я же вообще просто... В меня ничего не прилетало. Мне уже... Мне уже нёк. И там, она... До меня достучаться было. Мне невозможно. Я-то постоянно позже всех приходила. Чё-то я там всё не так делала. Я не понимала, что-то мне хотят. Просто я, в принципе, вообще ничего не хочу. Мне так плохо. Я ещё не знаю, что мне плохо. Я всегда должна быть очень классной. И вот это всё давит. Вот. Поэтому ей было со мной нёк. Ну, и, соответственно, выливалась наша история, что это тоже было не окей. И, в общем, когда я полетела в итоге в Америку, первый раз я жила в штате Флорида. Это был город Орландо. И я работала помощником повара. Короче, кук ассистент. У меня проходило собеседование на вакансии. И, значит, там предлагается в программе work and travel различные... Короче, большое количество вакансий. И там они все разбросаны по разным городам, по разным штатам. То есть ты можешь выбрать когда угодно, везде видны условия, хоть что-то, то, 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 то. Короче, выбор невероятный. Конечно, чем раньше ты начинаешь, это в это ввязывается. Чем больше выбора, если в конце уже очнулся, то выбор меньше. Вот. И я тогда... У меня английский был не такой суперидеальный. Например, моей подруге, у неё вообще очень здорово, был английский. Вот. И она ещё брала с собой молодого человека, моего школьного друга. И он... О, кстати, мы с ним летали в Лондон. Вот. Она брала молодого человека, мы летали... Блядь, так хочется сплеть. Пиздец, брод. Потому что когда я начинаю вспоминать моих экс-друзей, моих одноклассников... Я же много раз всех обсуждала с психологом, с психотерапевтом. Много лет. И мне просто привычно уже всегда, типа, говорить правду. То, что я чувствовала, а все подробности выдавать. А сейчас же я это делаю не для психолога. Сейчас же это выливается в сети. Как бы, кто угодно может зайти посмотреть. И ребятишки могут узнать что-то из моих слов. Я же всегда такая была тихая. Я всегда такая молчала. А теперь Олесечка заговорила. И ребятишки могут узнать. И, короче, я немножечко... Ну, как бы, у них уже была своя чаша, типа, весов. А тут и я такая. И на это может происходить какой-то дисбаланс. Ну, ладно. Прям... Я сейчас делаю потом в виде в со сплетни. Юбаный урод, вся ответственность будет на мне. Кайф. А что такого? А ничего. 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 Я уже вообще давным-надавно не по норме живу. Абсолютно. Я тут про проституцию вещаю. Давно. Сперму на лице показываю. Чё это я за сала? Не похуй. Блядь. Так... Ладно, ладно, ладно. Это у нас про work and travel. Ну, я же никогда не следую тому, что я скажу. Итак, в общем. Они должны были полететь. Я сейчас пытаюсь прислушаться к своему телу. Но я сейчас готова как бы выдавать больше информации, чем я планировала или нет. Ну, в общем, ребятки встречались. Сука, я такая оказывается. Ну, они, в общем, встречались долго. И они должны были со мной ещё второй раз полететь. Но они... Короче, я буду готова понести хейт. Но, скорее всего, которого не будет. У меня, как всегда, включается моя излишняя тревожность. Вот. Ну, я думаю, меня все простят. Эту фразу прям можно в мем делать. Я думаю, меня все простят. Надежда. Так вот. Они встречались. И должны были со мной ещё лететь второй раз в USA. Но они не... Короче, что-то там поссорились, поругались. И такие, типа, нет. И поэтому второй раз мне пришло ехать одной. К слову говоря, я их всех ненавижу. Это было так эпично, наверное. Ну, как бы... Тут же хлеба и зрелищь, да? Ну, как сказать ненавижу? Меня не надо никогда воспринимать всерьёз. Потому что я просто такая очень яркая. И у меня есть расстройство. Ну, короче. Ну, блин. Это просто очень тяжело оказалось мне вспоминать то, что... Рассказывать про программу, где связаны... Где имеются те люди, с которыми у меня были межличностные отношения. А в которых я чувствовала большую травму по отношению к себе. Я знаю, они это, наверное, не старались делать. Но я очень сам и каждая себя травмировалась. И поэтому... Я вообще не ок, обсуждая это. Поэтому ещё раз давайте мне всех простим. Я пока не готова поносить других людей. Потому что мне слишком страшно. Мы полетели. И как у меня происходила поездка. Перед тем, как мы выбрали работу, конечно же, моя подруга всё сделала за меня. Потому что мне... Ну, я такая была. Вот. Мы прилетели... А, куда мы прилетели? Ничего никуда не прилетели. Я в Питере. Они в Новосибирске. И мы... Нам сказали, что собеседование будет в Москве на эту работу. А моя подруга и её бойфренд, они такие, типа, почти like native speakers. А я вообще не ту, кто есть сейчас. Ещё к тому же супер закомпиксованная, зажатая. Вот. Это тоже важно, наверное, если ты учишь иностранный язык. И я поэтому... Типа, мне сказали прилететь в Москву и собеседование. Что я делаю в этот момент? Я не хожу где-то неделю-две в универ. Я просто с утра до вечера смотрю хоть что-то на английском языке. А я тогда ещё жила со своей другой экс-подругой в Питере. А у неё английский такой прям очень cool. И я могла бы как бы говорить с ней, но я её так сильно боялась, что, в общем, я стеснялась тренироваться при ней. Вот. И я выбрала путь, что я, окей, буду сама тогда учить по сериалам. Я смотрела секс в большом городе. Я часто видела этот сериал. Короче, собственно, это то, наверное, как я выучила английский. Вот. Хотя я близнец по гороскопу. И я знаю, что близнецам иностранные языки даются легче всего. А ещё, к тому же, моя подруга та, с которой мы летели в Америку, в USA, она тоже близнец. И ей, типа, ей тоже иностранные языки легко даются. Вот. Но это было, не знаю, может быть, это реально такое близнецов есть, может быть, нет. Но мне реально сериалы помогли. Вот. Я после того, как, ну, с утра до вечера каждый день ты смотришь сериал, это на самом деле было круто. Просто жру, смотрю, жру, смотрю, жру, смотрю. Там иногда в спортзал хожу. Без универа вообще кайф. Я сделала себе такие условия, когда я учила английский. Божественно. Реально просто. Потому что я такая постоянно, так-так-так-так, универ, что-то надо делать. Что-то там, ограничение себя. А тут такая, пошло себе нахуй. И я в таком приподнятом муде начала учить английский язык. Знаете? Мне это помогло. И тем более, ну, сериал «Секс в большом городе» я его смотрела на русском, наверное, раза два. Вот. Так что мне, в принципе, мне картинка была важна. Когда для меня всё это яркое, прикольное, то мне это очень нравится. Вот. И мне там пофигу, чего они там говорят. Ну, на уши оседают. Вот это всё реально помогает. Вот. И в итоге потом, когда я уже летела в Москву, я просто замечала, что накануне, за пару дней, как я летю в Москву, я хожу по городу Питеру, а у меня мысли начинают на английском языке работать. Вот. И я такая, о, прикольно. Вот. И прилетела я в... 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 Прилетела я в Москву. У нас началось всё собеседование. Туда, собственно, в Москву прилетели, насколько я помню, тема, ну, короче, из Америки работодателей, которые проводили собеседование, вот. И подошла моя очередь. Мы сидели тогда в кругу, типа... Мои друзья, я и ещё какие-то другие люди тоже на эту работу. Вот. Мы, кстати, со всеми друзьями, типа, моя подруга и её бойфренд, все на разные эти... На разные должности устраивались, вот. И у меня требовался английский, как он там, флюинт, что-то там, короче, адванс, вот. И я, когда... Я такая подруга, подруга говорит, то, что, типа, ты, ну, ты будешь на профессии А20. Я такая говорю, ты чё? Я не смогу. Она говорит, да нормально всё сможешь. Ну, в общем, чисто благодаря ней я согласилась. То есть, она меня реально просто подняла и такая говорит, всё ок, нормально. И... А я же наивная. Я такая, ну, я и наивная, и сказать нет, я тоже не могу. И такая... Понятно. Вот. И в итоге я пришла, когда сидела на этом собеседовании. Чё-то я там поболекала. Ну, кстати, мне подруга заметила, что там остальных, которых она смотрела, они, типа, допускали больше ошибок. Ну, например, слово. Я прям запомнила этот случай, мне кажется, она тоже до сих пор помнит. Там спросили про Лив, и там человек неправильно понял это слово. Там в контексте было Лив покидать. А он подумал, Лив жить сейчас. Вот. Он не понял контекст того и неправильно понял это слово. Вот. Она говорит... Может, не повезло, на самом деле, мне не задавали, может, таких странных вопросов. Вот. Она говорит, типа, ну, чувак, всё нормально. Ну, в общем, я прошла это собеседование. Так бывает не всегда. Не всегда собеседование бывает в каком-то городе в России. Второй раз, например, у меня было собеседование онлайн. Двадцать две минуты. Нормально. Я потом такая уже май. Мне нужно было сдать... Ну, мы выбрали вообще ранние даты, чтобы скорее слинять из университета. Не знаю, в нашей голове вообще ничего не было. Сейчас, в принципе, тоже не так много, наверное. Ну, лично у меня. Хотя я не знаю. Не буду засерять себя. Короче, мы уже взяли ранние даты. И там проблема с универом. То, что нужно его раньше всякие экзамены вот это всё сдать. И я, не знаю до сих пор как, но мне поставили, что я практику прошла летнюю, хотя меня не было. И все зачёты, экзамены, и я такая, типа, ой, сорян. Я не помню, как это было. У меня уже, типа, у меня цель одна. Мне надо приехать в эту Америку, потому что я уже всё сделала для этого. Всё, а там по универу что-то... Короче, меня эмоционально тогда это вообще никак не заворачивало. Я ничего не запомнила, поэтому мне вам нечего рассказать. Прилетаю я в Америку. Подруга очень сильно по мне соскучилась. И она... Короче, нас поселили. Нам предоставляли жильё. Вот. Вот так. В принципе, было ок. Мы летали ещё в Чикаго, когда работали. Работа была у меня такая, ну, типа, на моей работе Кука Синстант. Это был парк развлечений. Он назывался... Как он назывался? Боже мой. Я думаю, ребята, с которыми я ездила, они помнят. Sea World. Да-да-да, Sea World. Вот. И это, типа, очень классный парк развлечений. Не сравнится с универсалом. Вот. И темп. И темп. Это было летом, собственно. Штат Флорида. Лето. Ну... Я не знаю, мне кажется, моя кожа немножечко сказала. Я такого не ожидала. Вот. И там было на работу нужно было... Ну, там, конечно, ещё все хайволики-то было с бумагами. Нужно там прийти, какие-то прийти курсы. Такое у нас такая прям большая компания. Потому что нас поселили прямо в такой какой-то... Я не знаю. Это, наверное, у нас называется ЖК большой. Там, где несколько домов. Ну, вот, там было что-то типа того. Там прям именно... Короче, как... Гастарбайтеры мы были, мне кажется, да. Нас прям тогда поселили. А там прикольно было. Там бассейны в центре, потом спортзалы, всякое такое. Я жила в номере... Я жила... У нас типа была квартира. На каком-то строили третий этаж. Всё ковровое покрытие, короче. И вообще всё побольше, чем у меня сейчас. Вот, я жила вместе с моей подругой. Ещё были две другие девочки. Кстати, четвёртую я не помню. Может, её и не было. Мне кажется, третья девочка, она жила одна. Третья девочка, я помню, такая миленькая. Такая прям на свадьбу. Кстати, она там... У неё был её как... Жених в России, короче. Она такая, в общем... Было интересно, как людей соединяют в одном пространстве. Потому что у нас из-за этого была такая гармония. Потому что мы с подругой, конечно же, мы разные. Ещё-то девочка, короче. Хоть какое-то звено было бы нарушено. Я думаю, было бы вообще нехорошо. Но все держались. Вот. И работа была... Сколько раз в Милею, я не помню. Там у каждого было своё расписание. Можно было брать выходные. Но офигеть вы, офигеете, наверное. Хотя это, наверное, неудивительно. Я работала постоянно. И брала ещё дополнительные смены. Я не знаю, что за мут у меня был такой. Типа, мне надо много работать. Да, это потому что... Лишь бы не заниматься тем, что у меня внутри. Я думаю, был такой подход. Пришла я туда, там по карточке нам выдали форму, карточки, чтобы проходить на работу. На работе у меня были, кстати, тайки, с которыми я долгий период времени после этого общалась. Тайки в том плане, что они тоже по этой программе студентки, которые с Таиланда приехали. Потому что эта программа work and travel у нас существует, там, не знаю, Австралия, из разных стран, там, все страны, там, откуда, куда хочешь, туда поедешь, из любой страны, вот. Типа, я могу поехать в Австралию, там, не знаю, австралийцы могут поехать в Россию. Короче, если это популярно, спрос есть, то, я думаю, это существует. Вот. И, значит, и я была помощником повара, там, у нас... Ну, находилась я полностью, обычно, с утра до вечера. В этой... Среди иностранцев. Типа, русский, я помню, там был один мальчик. Я очень сильно хочу говорить всех по именам, я не понимаю, что такого, но, блин, не делали уже претензии, когда я скриншоты выкладывала в Инстаграме всех. Что такое это, собственно, типа, ты, блядь, нахрен ты в жизни появляешься, если про тебя имя потом твое нельзя сказать. Короче, пока что я стараюсь быть как все, но долго это не будет. Я на работе была, русских людей там было, помимо меня, две девочки. Да, вот одна, в том числе, моя соседка по комнате была. Вот, мы там курили траву. Я думаю, этот вопрос должен был интересовать многих. Вот, мы курили траву, еще всякий другой беспредел устраивали. Вот, потом как-нибудь расскажу. Потому что, что-то сейчас я не такая особо смелая. Ну, мы-то, я там, нет, первое место, где я попробовала траву, это был Лондон. Один раз, марихуана. Второе, короче, я какая-то элитная, получается. Ну, на самом деле, это хорошо, зато трава, наверное, была проверенная. Ну, типа, в Лондоне, это вообще, ну, Лондон, Россия, думаю, разные сорта, хотя, чья не спец. В Америке тоже, мне не понравилось, сразу же скажу. Мне не понравилось ни первый раз, но я подумала, у тебя проблемы во мне, как всегда. Вот. Второй раз тоже было странно. Ну, в Америке первый, второй раз. Короче, я не курила более десяти раз в своей жизни траву, и что-то мне как-то не заходило. Я думаю, мне не надо объяснять, почему. Вот. Денег я заработала достаточно. Ну, типа, так, что я и привезла, и я оплатила следующую поездку в Америку. А потом, значит, каково мне было работать среди американцев. Это классно. Ну, знаете, это были только такие сложные моменты. Когда, ну, типа, я английский не так хорошо знала, как сейчас, а там, типа, ну, не 24 на 7, но, типа, по 7-8 часов вместе с иностранцами. Вот. И на работе тоже, то есть, не там, где гости парка, а, типа, на самой кухне. Вот. И это было очень интересно наблюдать, потому что это, знаете, было как бы как в кино, ты всегда смотришь на американцев, и тем более, мне казалось, это всегда такая закрытая страна, где-то вообще далеко на другом конце крыс света. И ты смотришь, типа, ты всегда видел их в фильмах, ты смотрел фильмы из этой страны, и теперь ты попал сюда, и всё так по-настоящему. Я, конечно, у меня чувства такие, там, ну, я, мне кажется, находилась в каком-то блаженстве, потому что, типа, реальность, то есть, мечты стали реальностью, это было очень приятно. Это то же самое, как я хочу сейчас в Лондон поехать. И, в общем, там, хочешь, не хочешь, но ты стоишь с Айком разговариваешь, и тебе нужно его понять. Ну, то есть, вы просто дружески общаетесь. Вот. Самое мое было нелюбимое, это мыть посуду. Да. Кстати, из всех ребят мы поехали, я, конечно, сделала больше всех. Но я думаю, у меня работа была такая, ну, типа, блин. У меня было реально, там, типа, иногда нужно было помыть посуду. Хотя я это делала всего лишь два-три раза. Но, типа, там... Там не было так красивенько, как, наверное, у моих ребят. Хотя друг, короче, бойфренд моей подруги, у него была вообще супер тяжёлая работа. Типа, знаете, по парку, среди гостей. Ну, у них, да, мне кажется, они выбрали, потому что они подумали, о, это классно, мы будем, короче, публично работать. Вот. А я буду такая, типа, скрытая от всех гостей. Ну, так денег мне получилось больше. Вот. Он даже сходил по парку, у него был такой вот поднос, на его плечах висел. И там он продавал всякие штуки, типа, что хотят люди. Еда, как их, они аксессуары, не лубриканты. Ну, молодцы, что вы поняли, что вы поняли это слово. И он ходил, пожарел за тут. А у меня был так кондиционер постоянно, вот. И он говорит, что ему было очень тяжело физически. Вот. Короче, я была, по-моему, вообще в шоколаде. Я меньше всего хотела ехать. Прям максимально. Я не старалась ничего. Я, наоборот, пыталась делать неосознанную ситуацию так, чтобы не поехать. И в итоге у меня всё суперклассно, у меня свежо. Ой, люди там такие были милые. Я помню, там одна пришла. Короче, я ещё работала в столовой для работников в том числе. Вот. И, ну, типа, я общаюсь как бы с... Не с гостями в парке, а с теми, кто работает. И как-то ко мне так все хорошо относились. И там была одна женщина, которая стояла... Ну, бабушка, вернее, которая на кассе стояла. И мы с ней обсуждали там завтраки, какие любят. Я очень много, конечно. Потому что, ну, я очень много новых слов узнала. Потому что, когда ты... Обсуждаются темы интересные для тебя. Пожирать это классно. И тем более зазраки, всякие хлопья. Я с детства люблю хлопья. Вот. Короче, еда это тема. И там, конечно, подучить язык мне было ещё проще. Потому что разговоры интересные. Типа, хочется знать. И очень оживлённо я общалась. Вот. И, собственно... Ну... Собственно, я хорошо подучила английский язык. Потом в середине поездки... Вау! Это долгое видео. В середине поездки мы поехали в Чикаго. Я, как всегда, та, которая... Я не знаю. Ребята понимали? Мне кажется, по мне никогда не было понятно. И я тот человек, который, типа... Я не хотела никуда ехать. Меня привезли в это Орландо. Всё, я работаю, делаю деньги. Куда вы меня хотите в другое... В другое очень место вывезти? Зачем мне этот стресс? Я не хочу... И мне подруга объясняет... Она такая хитренькая. Ну, у него же парень был. Она такая, типа... Она, короче, делает так, как она хочет. И она такая, типа... Да ладно. А вот, прям, это искусство. Женщины. Такая, типа... Ну, давай съездим. Типа, ну... Так, потихонечку, потихонечку. Вот. Короче, я её парень. Мы сказали, ладно, окей, давай. И мы снова поехали нашей компанией втроём. В Чикаго. Вот. И я, как всегда, типа... Я прям в таком состоянии. Реально, мистер Грю и этот хитч, как гринч. Я прилетаю и такая... Скидываю маску гринча, хитча всех этих злодеев. И я готова принимать эту жизнь и краски этой жизни. Вот. И мне понравилось, потому что у нас, конечно же, были деньги. Ну, у меня точно. Ребят... А, они тоже были. Экс... Короче, бойфренд моей экс-подруги. Он работал в России. Он, короче, нормально зарабатывал в России. Поэтому у него были деньги русские. Ему, конечно, это вообще не нравилось. Потому что... Ну, типа, он говорит, я приехала сюда зарабатывать. Но, типа, мои доходы в России сейчас больше, чем то, что я делаю здесь, в Америке. Это тяжело, короче. Вот. Но, да, у него были деньги, поэтому поехали. Но я делала деньги там на работе. Вот. И мы, конечно же, у нас было всегда на хорошее жилье. Вот. Типа, это, like, nothing. It's so easy. Мы были 3-4 дня. Мне лично очень понравилось. Они там, как всегда, ссорились. Я, кстати, глядя на их отношения, я была хоть и подругой, но... Я, ну, типа, я была даже на тот момент ребенком, но, типа, я смотрела, конечно, всегда на отношения. Ну, это не отношения, а, типа, люди постоянно ссорятся, ругаются. И для меня это, на самом деле, выглядело как какие-то игры. Но, с другой стороны, я их понимаю, потому что я сама иногда понимаю, когда ты еще не встретил своего человека, то ты можешь перепутать физическую потребность в близости с тем, что это отношения. И ты начинаешь играть в эту игру отношений, делать так, как ты думаешь, что должно быть, но внутри тебе этого вообще не хочется. И, в общем, я тогда, типа... Как-то я так... Я не знаю, мне было все пофигу. Пацана я этого знаю с детства. Мы с ним с ранней школы. Подруга стала моей best girlfriend. Вот. Так что у меня просто была компания, у меня были деньги. Вот. Мне было ок, я, конечно, еще инстаграм вела. Как всегда, я задумывалась о том, что я делаю. И все было мне нормально. У них были ссоры по-моему, что он не хотел так много ходить, а она хотела много гулять. И поэтому она юзала меня. И типа, я хочу поцелеть, и похожу. Но там, ну, не все так просто было. На меня обижались. Там, короче... Я была реально, походу, в треугольнике. Теперь у меня есть госю. А вдвоем двух в треугольник не возьмут. Это уже получается прямоугольник. Да. Потом еще у нас там, ну, у моей подруги, у нее появились две другие подруги, с которыми, наверное, они еще общаются. Из Польши, Варшава, Польша. Да. Вот. И типа, ну, моя подруга меня, в принципе, устраивала. Мне было окей с ней. Вот. И типа, у нее там были ее какие-то друзья, всякое такое. И я типа такая, ну, хочешь потусуем? Да, пожалуйста. Я же такая. Нет, не скажу. Я такая типа, аааа, хорошо. Мне вообще все можно не спрашивать никогда. Нет, это очень хорошо. Я не люблю принимать решения и делать выборы. Итак. И значит, мы вчетвером. А, даже там еще другая девочка была. О, реально, там нас было так-то много человек. Я думаю, я никому не нравилась. Потому что это были друзья мои, подруги. Это было не про меня. Мне нравилась другая девочка, которая, конечно же, им никому не нравилась. И я снова чувствовала, что типа, блин, почему-то странно. Я общаюсь с тем человеком, который мне нравится. Но и вот другие ребята, другая компания, которая, для которой я вроде бы показываю, что я их лучший друг. Ну, как потом оказалось, я себе напридумывала это все. Они почему-то типа, грубо говоря, засирают тех людей, которые мне нравятся. И каждый раз я принимала на свой счет, типа, думаю, блин, люди, которые мне классно, я не должна с ними общаться. И мне нравится общаться с теми людьми, которые стрёмные. Потому что я стрёмная, короче. А листочка шла на дно. Очень уверенно, знаете, так вот. Прямо вниз. Не сдвигаясь с пути. Вот. И я... У меня была другая девочка, очень милая. Ну, ничего, не знаю. Мне с ней было комфортно общаться. Вот. Но у меня даже не было мысли ее позвать с нами, потому что это типа как-то... Ну, я не чувствую, что у меня есть право. Короче, никогда никому не нравились те люди, с которыми я общаюсь. Короче, это, походу, был жесткий абьюз постоянно в мою сторону. Anyway. В итоге другой компании полетели я, моя подруга, ее там, две подруги, и подруга их подруги. Мы решили полететь в Майами. Или мы поехали в Майами. Вот в Майами я ездила два раза. Вот. Второй раз ездили я, подруга, ее бойфренд, и еще его друг с работы. Я помню, как его зовут. Классный парень, но мне почему-то типа... Мне было странно, я опять же себя очень странно чувствовала, потому что мне нравился он как человек, мне с ним было классно общаться. Конечно же, мне он и привлекал, из-за этого меня он... Да меня, блядь, я же секс, я же очень сексуальная, и типа я, блядь, потрахаться с кем угодно могу. И у меня, конечно же, они привлекали сексуально, но типа я в своей компании выглядеть как человек, который сексуально раскрепощен, это типа... Я, короче, чувствовала еще стыд, что у меня есть сексуальное желание. So, so, so. В общем, историю я еще не закончила, закончу потом, потому что 43 минуты таких новых видео не было на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok